Да, Саш, спасибо большое. Как уже сказали, я затрону тему, связанную именно с менеджерской стороны, с ведением проектов. Не покажу такие красивые мои любимые фичи импотны со стороны Шепли, как показывал Иван. Но я постараюсь объяснить, в чем особенность именно выполнения проектов, выполнения задач, которые в этих проектах присутствуют на уровне ML и почему, в общем, они не всегда могут быть успешными и что сделать, чтобы этого не допустить. Так, сейчас. Коротко немножко о том, кем я являюсь в Тинькове и какой у меня есть небольшой бэкграунд. Я занимаюсь именно менеджерством проектов, связанных с машинным обучением искусственным интеллектом в команде персонализации и также еще пытаюсь разрабатывать, сам писать модели для увлечения своей какой-то некоторой экспертизы. Вот. И с недавних пор как бы пытаюсь делать это. На самом деле опыта у меня в ML не так много, я недавно относительно в это пришел, но я постараюсь как можно быстрее въехать в общую тему и технически быть более подкованным. Это как бы мое обещание, скажем так. Что мы затронем? Мы попробуем пройтись по ключевым этапам проекта и найти отличия от ведения, скажем так, классического проекта по автоматизации. Мы пробуем понять, какие подводные камни присутствуют, какие проблемы мы можем вообще, в принципе, находить и с чем мы можем сталкиваться, как с ними бороться и чтобы в дальнейшем их было как можно меньше. Лучше, конечно, чтобы их не было вовсе, но это идеальная картина мира, которую, как говорится, достичь очень сложно или невозможно. А также я, скажем так, дам свой персональный перечень рекомендаций, которых я стараюсь сам придерживаться при выполнении проекта, связанного с машинным обучением. Кому это может быть интересно? В первую очередь, если вы являетесь техлидом команды или руководителем какого-то направления, где очень много или часто используется машинное обучение. Также, если вы сейчас являетесь проектом-продактом такого направления, или если вы сейчас разработчик моделей и вы хотите как-то перейти в эту сторону, как-то погрузиться в нее. Ну и, конечно же, непосредственно сам бизнес. Те, кто хотят внедрить машинное обучение в свой продукт, в свой бизнес-процесс, но как бы не особо осведомлен в том, а что это такое и что с этим вообще, в принципе, можно делать. Я думаю, немножко о философии, что на сегодняшний день в целом искусственный интеллект, он как бы уже вошел в обиход человека достаточно глубоко, и многие вообще даже не замечают и не думают о том, что та или иная какая-нибудь любимая фича является результатом работы того или иного алгоритма искусственного интеллекта. На примере наших продуктов, которые есть, Тинькофф, это рекомендация каких-нибудь блогеров, которые подходят именно вам, начиная с этих каких-то достаточно простеньких выводов и заканчивая чем-то более сложным. Как мне кажется, область здоровья, она в принципе достаточно сложная, поэтому предсказание определения диабета достаточно такая важная штука, как по мне. Стоит отметить, что в целом области применения, они достаточно разнообразны. И можно сказать, что к какому-то определенному моменту, к 30-му году прогнозируемый вклад от всех вот этих решений, связанных с искусственным интеллектом, он будет порядка 16 триллионов долларов. Это если взять статистику и информацию, которая была озвучена на Всемирном экономическом форуме 20-го года. Но, несмотря на столь повышенный интерес к этой области, мы доподлинно не знаем и даже, наверное, не можем представить то количество средств, которые были потрачены в пустую. Как я уже сказал, далеко не каждый проект сможет и должен, на самом деле, дойти до конечного какого-то использования, то в разработке, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, существенно меньше. И на самом деле, создание моделей, анализа данных и попытки каким-то образом влиять на бизнес-метрики, но также необходимо иметь возможность и понимание о том, а как вообще в принципе этот проект, та или иная задача, должны двигаться. А вообще нужно ли внедрять машинное обучение или какое-нибудь распознавание, в процессе, который хочет на своей стороне сделать продукт или бизнес. На самом деле, спойлер далеко не всегда. И, может быть, внедрение, которое от вас хотят, оно сделает все гораздо хуже. Это важно понимать и с этим нужно уметь работать. Итак, в чем же заключается проблематика? У нас есть высокая стоимость разработки, высокая заработка именно специалистов, которые этим занимаются, порой долгая реализация, которая может, на самом деле, свестись к тому, что результата не будет. Или он будет не тот, который ожидался, и работать с ним просто никто не захочет. Соответственно, наша основная цель во всей этой истории это попытаться свести наши риски к самому минимальному значению и получить желаемый, а главное, полезный результат. Ведь мы все хотим, чтобы та или иная наша деятельность приносила не только удовольствие от того, что мы ее сделали, но также какой-то экономический показатель. В любом случае, неважно, ты являешься разработчиком. На самом деле, мы можем свести как-то вот все эти моменты к трем основным этапам, на что мы обращаем внимание на старте проекта, в процессе реализации, ну и, соответственно, после реализации. Итак, давайте попробуем по этапу начнем. Не буду прямо определять, какой из этих этапов, просто мы начнем по порядку, я думаю, в принципе, должно быть понятно. Итак, как и в классической автоматизации, у нас есть вот такой пайплайн проекта, которого мы пытаемся придерживаться. Бизнес-анализ вместе с системным анализом, не будем его сильно делить, это, я думаю, необязательно. Этап разработки, этап тестирования, этап продакшена. По сути, как бы, можно задаться вопросом, о чем разница между, допустим, тем, чтобы подтянуть какое-то поле в интерфейс сотрудника с какой-то информацией и, там, внедрить какой-нибудь алгоритм искусственного интеллекта с точки зрения именно самого пайплайна. То есть разницы как будто бы никакой, но основная задача у вас, как проекта, продакта менеджера, именно разобраться с этим. Вопросы, которые вы, как бы, задаете на том или ином этапе, они плюс-минус одинаковые. Однако их ответ будет существенно менять всю картину проекта в дальнейшем. Ну, как бы, представим такую, скажем, относительно классическую ситуацию. Вам приходит заказчик и говорит, я хочу, чтобы у нас была возможность доставать, там, из наших каких-то документов дату поступления их в компанию и, к примеру, там, название компании, которая нам эти документы отправила. Вы обсуждаете то, что вам необходимо сделать, и в процессе обсуждения вы, как бы, приходите к тому, что эти документы, они, там, в Excel-ке хранятся, по строчкам разбросаны, там, возможно, их, там, одна, два, три варианта шаблонов, которые вам могут прислать, и, как бы, все, что вам нужно, это достать дату, там, из нужной строчки, положить это в базу данных, понять, кто правитель, и, как бы, на это все. А хотелось, там, какой-то умный алгоритм, который будет делать непонятно что. Ну, и Мэль тут, как бы, интересно, кажется, что не нужен, будет слишком сложно и не оправдывать себя. Но если эти обсуждения вам становятся понятны о том, что эти документы являются, там, распечатанными на бумаге, у вас нужно, прежде чем их как-то, если вам их нужно сканировать, фотографировать, дальше вам нужно его распознать, и вам еще нужно сделать какой-то прогноз на то, какая у вас будет прибыль от этой компании, то я вас поздравляю, вы попадаете в безумную... ...приключение под названием Мэль-разработка. И на самом деле, в отличие от классической автоматизации, то выводит таким образом. Соррю. То есть на этих этапах может произойти что-то, что ваше дальнейшее продвижение к следующему этапу может полностью заблокировать. Или ваша вообще разработка – стол, следить очень пристально, тратить кучу времени, носить постмашинным обучением. И я как бы обращу ваше внимание на то, что на каждом из этапов мы можем вернуться к первеначальному анализу. Поскольку каждый из заблокированных этапов, которые есть, он, как я уже сказал, блокирует переход на следующий. И для того, чтобы это сделать, возможно, придется вернуться к изначальному вопросу, определению проблемы, сформировать заново гипотезу, потом заново ее проверить, разработанную модель, новый таргет и все вот это, что может быть. Поэтому бизнес-анализ и системный анализ для классической автоматизации сильно как бы не отличаются от ML. Но здесь стоит заострить внимание на том, а что мы можем как бы здесь найти и заметить. Но прежде чем мы начнем обсуждать этапы проекта, мы пытаемся разобрать классического заказчика, который хочет себе ML. Ну, я оговорюсь сразу же, что я не подразумеваю, что все люди не разумеют машинное обучение. Но большинство, как показывает практика, большинство тех, кто приходит и хочет себе внедрить то или иное решение в машинное обучение, они соответствуют вот этому вот профилю заказчика. Что он на себя представляет? То есть он не сталкивался с ML, лишь о нем слышал. Он считает, что большинство готовых решений как бы уже есть, и нужно лишь взять там нужное из какой-то библиотеки или шкафа и вот дать ему, чтобы он и начал пользоваться. Ему неизвестно доподлинно, о том, что нужно для создания машинного обучения. И он реально искренне удивляется тому, что решение может быть не 100%. Это, наверное, такие какие-то ключевые 4 поинта, которые я выделил. Их достаточно много, мне кажется, но их вполне достаточно, чтобы понять, на какие моменты нам стоит обращать внимание при обсуждении, постановке, разработке и вообще, в принципе, этапах прохождения проекта. Итак, на основании предыдущего слайда мы пойдем по этапам проекта и будем стараться избавляться от сервизон, который у нас есть, так как мы не знаем бизнеса и у заказчика нет знаний ML. Итак, этап бизнес-анализа и изучение первой постановки крайне важен, и важно определить те моменты, на которые нужно ответить, чтобы сервизон не оставалось. Цель и проблематика – это, наверное, самое первое, что нужно понять и четко для себя осознать, какую проблему мы решаем, почему это нужно сделать, что мы исправим своим решением и так далее. Чем больше конкретики, тем лучше. Основная задача на данном этапе – вытаскивать все, что можно вытащить из вашего заказчика и поделиться всей необходимой информацией с ним. Так, сейчас, секундочку. Профит. Сколько мы заработаем, сколько мы сэкономим, корректно ли мы перераспределим бюджет или, возможно, у нас настолько есть глубокая экспертиза в том, что нам нужно сделать какую-то конкретную фичу, что мы просто знаем, что она прям супер как-то разорвет опыт пользователя, и он будет просто в восторге от этого, чем он будет пользоваться. И здесь важно, на самом деле, понимать им лучше с точки зрения экономики то, на что мы можем рассчитывать. Но на самом деле эффекты, связанные с лояльностью, снижением рисков, предотвращением там убытков, что связано там с банковским делом, возможно, предотвращением фрода и прочее, 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 это тоже может являться аспектом принятия решения. Важно здесь понимать именно для той, ну, для себя и для той организации, в которой вы находитесь, а что сейчас именно важно. Какие-то общие планы понимать, чтобы определить, а что сейчас действительно более перспективно деньги там или какие-то такие более философские вещи. Данные. Ну, я думаю, что без этого мы вообще никогда не пойдем. Помимо самого наличия различных источников информации, мы также должны понимать эти потенциальные объемы, мы должны понимать, как к ним легко подступиться, какие есть конфиденциальные данные, саму структуру данных, возможно, нужно понимать по конкретной задачи. И, как правило, заказчик не особо-то понимает, ну, как я уже и говорил, что нужно для... избежать страшных слов из разряда Precision, Recall, Missy, F1 и так далее, вам, возможно, не удастся, но какими-то общими вещами на пальцах вы можете объяснить суть классификации, регрессии, там, не знаю, временных рядов и так далее. При этом вы объясняете их через метрики моделей, ссылаясь на метрики бизнеса, скорее всего. Поэтому важно понять, где что хранится, и чем больше этих данных, тем как бы лучше. Если ничего нет, то и делать тут как бы особо нечего. Все просто. И ресурсы. Этот пункт не является как таковым и ключевым, но если есть возможность привлечь какого-то специалиста со стороны продукта или бизнеса, кто больше, лучше, глубже понимает ваш, точнее, именно саму суть бизнеса, где что лежит, как что работает, куда что проливается, что между собой имеет связь и так далее, то лучше такого человека найти. Здесь тоже по практике это сокращает ваше время на изучение тех данных, которые, в принципе... Так, секундочку. Все ли нормально? Отвлекся. Так, ладно, давайте продолжим. И, в общем, здесь, если есть такая возможность, то лучше такого человека привлечь. И тестирование с продакшеном. Ну, эти на самом деле моменты являются такими основными камнями преткновения, и ответить, возможно, на этот вопрос будет достаточно сложно сразу же. Но нужно посеять зерно как бы тех вопросов, которыми вы будете оперировать на протяжении всего проекта, и чем раньше вы на них ответите, тем будет лучше. Ведь без, на самом деле, какого-то понимания того, как вы будете это тестировать, проверять, и вообще как это будет работать на бою, вы все равно не сможете полную картину иметь перед собой, и не сможете понять, а как вообще лучше будет сделать то или иное решение, как оно будет работать и так далее. Далее мы переходим уже к этапу, который идет после анализа, аналитики и уже непосредственно с разработкой. И он, конечно, больше связан уже непосредственно с ребятами, которые занимаются разработкой моделей. Тут как бы хочется оговориться, что отдавать на полную лодку как бы просто задачу и не вникать в суть того, что там происходит, это как бы рискованно. Многие ребята любят экспериментировать, зарываться в возможные варианты моделей, тюнить их до победного, искать новые фичи там и прочее, прочее, прочее. И это, то есть, их у них бывает бесконтрольно. Вот. Важно здесь вовремя подключаться, корректировать, направлять, подсвечивать тот факт, что мы здесь делаем задачу не ради задачи, а мы решаем какую-то проблему, которая должна приносить пользу. И мы на самом деле помним о том, что первый этап разработки, точнее как, этап разработки у нас там загорелся красным. И что как бы стоит обсудить здесь? Прежде чем начинать разработку модели, как сказано на слайде, как бы необходимо ее провалидировать, изучить данные, понять, достаточно ли их, насколько они полны, провести как бы идеи. И чем лучше вы понимаете данные, тем лучше и проще вам будет найти тот инструмент, который вы будете решать необходимую вам проблему. Но что может пойти не так? Основные ключевые, возможно, есть еще вещи, которые могут быть, но ключевые, они указаны, наверное, здесь. То есть у вас может быть смещение, там распределение таргетов. Вы должны попробовать как-то определить, возможно, другой таргет, попытаться подкопить дополнительные кейсы. Может быть, вам нужно попробовать как-то подтюнить модель. В общем, здесь есть варианты решения, но такая ситуация достаточно часто происходит. Возможно, у вас недостаточно количества размеченных данных в целом. С этим сложнее, но это тоже можно решить. Вы можете дополнительно эти данные прометить, вы можете сторонними силами это сделать или силами продукта или другими какими-то аутсорс, если вообще есть такая возможность. Третье. Сомнительные ограниченные источники данных. Я выставил это как пункт важности, потому что зачастую может быть так, что у вас данные не хранятся в каком-то централизованном хранилище, вы не сможете постоянно в онлайне или не в онлайне постфакту просто доставать их и, возможно, они просто лежат в Excel или CSV-файле, а, возможно, они вообще лежат где-нибудь на базе данных какой-нибудь системы, которая находится на бэке, и вам, чтобы туда достучаться, будет, например, 7 кругов фада. Здесь, на самом деле, решение только такое, что попытаться сделать хранилище централизованным, пытаться как-то избежать вот этих вот мелких файликов, которые могут лежать и закинуть это в общую какую-то корзину. Низкие метрики при проверке на бейслайне, но здесь, на самом деле, все очень просто. Здесь мы пытаемся найти какие-то качественные фичи, здесь мы пытаемся тюнить модель, возможно, мы подтягиваем какие-то дополнительные данные, сужаем сегмент, ну, в общем, тут вариантов достаточно много. Высокая корреляция данных, ну, признаков между собой, которые вы используете. Здесь, на самом деле, тоже достаточно все просто. Мы берем и убираем те признаки, которые имеют какой-то меньший эффект, но при этом они высоко скоррелированы, возможно, с ключевыми нашими по бизнесу важности метриками. И также тут, на самом деле, не стоит забывать о том, что все эти проблемы можно и не решить. Если у вас что-то не получается, представленного или больше, то тогда стоит, возможно, пересмотреть вашу изначальную гипотезу и вашу изначальную проблему с целью. Если же все хорошо, то мы можем двигаться на следующий этап. Итак, переходя к моменту тестирования, есть вероятность вообще столкнуться, на самом деле, с некоторым барьером в лице самого заказчика. Тут как бы возникает логичный вопрос, как это вообще может быть. Ну, то есть мы исполняем необходимую как будто бы потребность, при этом мы еще и должны ее обосновать, почему мы вообще должны это проверять. И как бы если при классической автоматизации у нас есть четкое понимание, ТЗ, которое мы делаем, то как бы с точки зрения задачи email здесь все становится сложнее. К примеру, нам нужно в инвестициях добавить кнопку «Купить» на страницу акции, чтобы за брокерским счетом конкретного пользователя числилась эта акция, она отображалась на его главной странице, и если как бы у нас функционал действует корректно, все отображается, все работает, при нажателе на кнопку все срабатывает, то как бы все хорошо. Допустим, следующий кейс. Нам нужно добавить возможность просматривать тренд изменения цены акции за определенный период. График корректно отрисовывается при нажатии на ту или иную кнопку. Как бы все вроде тоже нормально. Но если нам нужно выдавать рекомендацию к покупке по каждому пользователю, здесь возникает куча вопросов того, а что вообще мы делаем, какая конверсия просмотра на ретро данных, какая возможна точность у модели, какое качество выданной рекомендации, а какое проникновение в нее будет, и все-все-все в этом духе. И как бы по итогу мы начинаем доказывать и обосновывать, что текущий вариант подходит, что его как бы, что нам нужно продать то, что нам и так хотели, что нас и так хотели купить. Это вопросы связаны, чтобы у нас удавалось требуемое качество, чтобы у нас были высокие показатели на исторических данных, чтобы модель стабильно работала во времени, чтобы она коррелировала с целевой бизнес-метрикой, чтобы она не делала каких-то аномальных, глупых и странных выводов. И если у вас получается пробить вот этот барьер взаимодействия и обосновать вашу разработку с точки зрения вот этих вот основных вопросов, то вы передвигаетесь на следующий этап. Это как бы, это тестирование, скажем так, версия 2. Если же все в порядке и мы продали нашу модель, то наступает этап, когда мы должны ее проверять. Это может быть как АБ-тестирование, так и просто тестирование. Если как бы альтернативного подхода в процессе у вас не существует, но тут может возникнуть вопрос, на самом деле, а зачем-то нужна была модель, возможно, может было это все проще сделать, но да ладно. Сколько подводных камней может вылезти на этапе АБ-тестирование, тут доподлинно вообще может быть неизвестно, но мы попробуем как-то свести к общим принципам, ключевым для нас, на которые мы должны смотреть. Итак, важно еще помнить, что помимо оценки самой модели мы еще и должны, точнее, как наоборот, помимо оценки бизнес-решения, которые мы пытаемся сделать, мы еще должны оценивать саму модель. И поэтому нам надо понимать, и что мы важно не роняем бизнес-метрики. Итак, на что мы как бы смотрим? Первое – это дизайн теста. Какие у нас будут этапы на воронке, какую гипотезу мы проверяем, что ожидаем, на какую ключевую метрику мы смотрим и так далее. Второе – параметры теста. Это уровень значимости, ожидаемый лифт, мощность теста, объем выборки, срок проведения. Зная эти параметры, мы можем более четко понимать границы и критерии успешности теста. Мониторинг и отчетность. Здесь на самом деле понятно, что нам не нужно ставить какую-то огромную систему, которая будет логировать все ключевые метрики, модели, бизнесы и прочее. Но простенькие дашборды, таблет там или Power BI, там, где вы сможете каким-то образом следить за тем, как у вас меняется тренд предсказаний, возможно, как у вас распределяется какая-то метрика моделей и так далее. Это, в принципе, полезно. На это можно вовремя среагировать и как-то на это повлиять, если что-то идет не так. Ну и в целом подведение итогов – это постараться определить для себя четко те критерии и параметры, по которым вы будете судить результаты и о дальнейшей судьбе модели в целом. Понятное дело, что тут речь идет про значимость, то у нас, если мы говорим про АБ, что отличие должно быть по ключевой метрике, но стоит обратить внимание на метрики самой модели. Возможно, что вы уже заметите какие-то аномалии, которые вам в дальнейшем выйдут боком, вы сможете на них уже повлиять и как-то исправить. Это будет уже очень хорошо. И на самом деле есть еще следующий этап тестирования. Я его как бы обозвал вечным тестированием. Суть в том, что у вас, возможно, не получается достичь желаемого результата, и вам приходится тюнить модель уже в процессе теста. И она, допустим, нестабильна на протяжении всего теста. И тут на самом деле есть большой риск не перейти к продакшену, поскольку и вы, и бизнес будете видеть, что модель себя ведет некорректно. Она выдает постоянно разношерстные результаты, нет никакого, допустим, тренда наблюдения, она не монотонна или еще что-то в этом духе, и влияние на сам бизнес-процесс, но пока нет никакого. Здесь, на самом деле, есть вариант того, чтобы улучшать модель в рамках теста, пытаться ее стабилизировать, и это в какой-то степени рабочий вариант, но здесь важно понимать четко границы, до которых вы пробуете вносить изменения и ждать желаемого результата. Если как бы у вас спустя там время, которое вы обсудили, ситуация все та же самая, стоит остановиться, вернуться к изначальной постановке, то, что вот как бы было сказано, что мы вернемся к аналитике, и возможно пересмотреть в целом всю концепцию и цель и проблему, которую вы пытаетесь решить. Если же все ок, и все этапы теста прошли успешно, этап стресс-теста с предыдущего слайда также пройден, то мы уже переходим на этап продакшна. Как бы здесь основная проблема, которая, мне кажется, здесь может крыться, это деградация самой модели и снижение качества выдаваемых метрик. Как это решать? Это настройка мониторинга уже такого сильного, скажем так, осознанного, покрывающего ключевые моменты, которые важно смотреть. Чем быстрее, собственно, вы детектите просадки той или иной метрики, тем лучше. То есть вы должны здесь иметь инструмент, который покажет вам своевременно проблему, и вы сможете на нее обратить внимание и решить ее, не при этом теряя со стороны бизнеса либо минимум, либо ничего. Ну и также, на самом деле, переобучение это, на самом деле, такая штука, которая может и не потребоваться. Ну, если ваши данные по каким-то причинам не сильно подвержены каким-то стихийным воздействием, но лучше держать в голове, что рано или поздно такое потребуется сделать. Возможно, построить целый пайплайн, чтобы бесшовно иметь возможность переобучать вашу модель, зарелизить ее новую версию, чтобы бизнес вообще ничего не заметил, и это, возможно, будет очень хорошо и полезно. Мы прошли по всем этапам и попробуем сформулировать какие-то выводы. Итак, ML-проекты требуют повышенного внимания. Вам необходимо очень многие вещи держать в голове, чтобы к моменту разработки или по ее окончании не получилось так, что все, что вы делаете, это либо не требуется, или требуется не в том виде, или требуется, но совершенно ни на что не влияет и так далее. То есть тут нужно быть во все глаза, уши и прочее чувство включать просто на максимум. Вы можете не дойти до конца, ну, вы можете не дойти до продакшена. Как бы грустно ни звучало, но дойти до него еще нужно постараться. В ваших силах и интересах свести эти риски к минимуму, чтобы долгожданный релиз все-таки, ну, эксперименты и мониторинг, но в свое время. Постоянно должны проверять и тестировать и изучать какие-то моменты, и если вы хотите получить лучший результат, не стоит забывать, что к этому нужно подходить итернационно. Проверяйте вашу работу на качество, начинайте с более простого, не гонитесь за сложными нейросетями, РЛ или еще чем-то подобным, если вы уже сейчас можете решить проблему, быстро, просто и с нужным качеством уже. И очень много вопросов. Постоянно задавайтесь вопросами к заказчику, к продукту, к тестам, к разработке, к продакшену, вообще ко всему. Чем больше у вас серых зон, тем больше вероятность сделать что-то не то или совсем не так. Начиная от постановки и формулировки проблемы и заканчивая переобучением на продакшене. С основной частью я закончил, сейчас я попробую перейти к рекомендациям, которых я стараюсь придерживаться, возможно, как будто они будут полезны. Первая структура, постарайтесь привести постановку вашего задачи или проекта к какому-то шаблону, где заказчик сможет понятным для него языком отметить те ключевые моменты, которые важны для вас, чтобы вы просто там быстрым по диагонали прощением понимали общую суть и уже могли дать какую-то оценку тому, что предстоит делать. Несмотря на то, что вам, как менеджеру или руководителю, может быть, не нужно глубоко быть экспертом в области разработки моделей, алгоритмов, методов, тюнинга и прочего-прочего для того, чтобы улучшать качество, но иметь какие-то общие и в каких-то местах чуть более общие знания все-таки важно и нужно. Вам нужно постоянно прокачивать свои знания в этой области и вам потребуется, потому что вам потребуется вести диалог не только с заказчиком, но и с разработкой, с бизнесом и вам нужно понимать то, что вы обсуждаете. Как я уже говорил, бизнес может быть вообще не в курсе того, что это такое и как с этим работать. И чтобы не возникло вопросов, этот момент нужно закрывать с вашей стороны. Доверие. Здесь вытекает очевидный пункт доверяйте своей команде. Ну, как бы тут прекрасно нужно отдавать себе отчет, что знать всего подряд на свете просто невозможно. И пытаться рулить всеми этапами от и до тоже неправильно. Вы должны прислушиваться к экспертности ваших коллег, даже не только со стороны вашей личной команды, я имею в виду аналитиков, разработчиков, но и также со стороны бизнеса. Вы также не знаете о том, а что он в себе несет, какие есть подводные камни, что вообще может там быть и так далее. Вы должны быть в меру доверчивым, но при этом стараться это все под призмой критики воспринимать. Смотреть на все это с определенным скепсисом для того, чтобы задавать дополнительные вопросы. Ключевой момент, много-много-очень-много вопросов. Идеи. Попробуйте искать новые подходы и возможности использования своей разработки модели и так далее. Здесь я подразумеваю то, что задачу можно решать под разные цели. На самом деле возможно из анализа вам будет понятно о том, что если мы посмотрим на какую-то другую переменную или мы допустим применим эту же разработку в каком-то другом процессе, мы не только получим допустим не хуже результат, возможно будет лучше, возможно, что он принесет дополнительную пользу и возможно, что он вообще не повлияет никаким образом критично на бизнес-показатели. Такие ситуации бывают и если у вас удается их посвятить, это супер и об этом нужно рассказывать. Погружение. Доносите как можно быстрее и проще специфику ML-разработки. Многим людям они на самом деле чужды и когда затрагивается вопрос о том, что сделайте мне какой-то алгоритм, может все свестись к тому, что давайте мы дадим вам данные, вы там прогоните своего робота и посмотрите на результат, там же все супербыстро, что там делать. Расскажите, поделитесь тем, а что нужно для успешной разработки, какие риски есть, что потребуется сделать, какие метрики можно будет смотреть, как они будут связаны с бизнес-показателями. Эти все вопросы только на вашей стороне, и вам предстоит это говорить не раз, не два, не три, не 30. Одно и то же постоянно, и лучше как бы это проделать, чтобы потом не было проблем. Ну и самое важное, главное спокойствие. Не бойтесь провалов и отсутствия продакшена. Это вполне нормальный результат, если вам не удалось решить задачу в ее изначальном виде, поскольку зачастую вы все-таки ученые, мы с вами как бы занимаемся экспериментами, мы можем формулировать неверные гипотезы или обратные гипотезы, которые на самом деле там более правдивы, чем основная поставленная, с данными может быть что-то не то на входе, на выходе и так далее. В общем, к этому вопросу нужно подходить некоторым образом философски, вот, и пытаться все-таки сохранять спокойствие до момента, пока результат не будет получен. В конечном счете, он скорее всего будет получен, но если вдруг не получается, не нужно гореть с этого. В целом, наверное, я закончил, вроде бы как, я там уложился по времени, вот, мой телеграм, вот, если у кого-то будут вопросы, если кому-то будет что-то интересно поспрашивать, пожалуйста, обращайтесь. В принципе, я подключусь, будет время на ответить вопросы на ваши. ПОТОЛЬНОВИДИЩИЕ Продолжение следует...